САИБАБУ Его считали аватаром живого бога. Саибаба, правда и вымысел, смерть под Пасху, пророк или мошенник и последнее откровение в Ашраме. Как раз глядя на Саибабу, я однозначно могу сказать, что быть богом очень трудно. Лжепророки и провидцы. Кто увидит будущее и кто сможет стать провидцателем. Духовные нити из старого мира. Прозорливые старцы. Пророки обращаются к тем, кто может услышать. Последние откровения и судьба человечества. В программе «Пророки и поклонники». Лучший пророк для будущего. Прошлое. Джордж Байрон. 24 апреля 2011 года в Ашраме скончался Сатья Саибаба. В Индии, да и по всему миру, его считали воплощением, аватаром живого бога. Сам он называл себя реинкарнацией Кришны, Будды и Иисуса Христа. Совместным воплощением Шивы и Шакти. Похороны духовного лидера вылились в грандиозное зрелище. В них участвовало более полумиллиона человек. Роль пророков, она сводится не к тому, чтобы дать какую-то божественную истину, какие-то откровения. Потому что если бы это нужно было, то и Христос, и Будда, и Моисей оставили бы какие-то письменные, собственно, источники. Но миссия пророков сводится лишь к тому, что они демонстрируют каждому из нас. Люди, да вы же такие же, как и мы. И если вы будете вести себя подобающим образом, по-человечески, по-божески, и в смысле питания, и в смысле здорового образа жизни, и в смысле своих мыслей и представлений, то вы будете обладать теми же самыми способностями, вы будете видеть будущее и понимать прошлое, и оценивать настоящее надлежащим образом. Поэтому вот на примере Саи Бабы мы как раз в этом и убедились дополнительно. Мы понимали, что он такой же человек, и он это сразу выявлял в нашем поведении. Почему мы для него были интересны, что с нами просто можно поговорить как с людьми, а не как вот с рабами преклоненными. Умение видеть будущее известно с глубокой древности. В античные времена считали, что пророки – это избранные личности. Через них боги говорят с людьми, народами и даже всем человечеством. Пророками не рождаются. Как правило, это умение видеть будущее снисходит на человека внезапно, превращая его в рупор высших сил. Вот как описывает свое состояние великий библейский пророк Иеремия. «Сердце мое во мне раздирается, все кости мои сотрясаются». Для современного человека, который не верит в Бога, например, психулярно, конечно, для него пророчица – это только одна из версий возможных событий. Но для людей, которые обращались в пророк, это были люди прежде всего веры, пророки обращаются к тем, кто может услышать вообще. Вот, то есть к людям веры. Для них, так сказать, то, что говорит пророк, является только единственной и единственной версией, настоящей, так сказать, до воли Божьей. Мы живем в эпоху катастроф войны революции. Сами по себе такие события порождают желание узнать, что же произойдет. Отсюда и страсть к гаданиям, предсказаниям и составлению гороскопов. Отсюда и вера во всяких гору учителей, духовных наставников. Сам ритм современной жизни не дает времени на осмысление, анализ ситуации. Вот эти все попытки рационально, человеческим умом узнать тайны будущего, обречены на провал. Только в том случае можно узнать будущее, если это действительно благодать Божья, если это дано действительно через истинного пророка. Вот какими являются, что такое истинные пророки в истории России? Ну, мы же знаем их имена. Например, таким был старец Филофей. После падения Константинополя он написал три послания знаменитое. Сказал, что теперь центром вселенского православия является Москва. Москва, Третий Рим, да? А Четвертого не будет в то же время. Он предсказывает, что больше не будет. Что Россия, вот она последняя хранительница православия. Такая честная православия. И вот мне кажется, что наступает эта эпоха, новая религиозная эпоха. Не только в нашей стране, вообще в мире. В целом в мире. Переход вот в нее. Но можно перейти по-разному. Можно перейти к православию, да? К традиционному, к христианству пускай даже, да? А можно перейти в оккультную эпоху. Оккультизм. Вот оккультизм, эзотерика. Это же тоже, это ирзац, конечно, подмена. Саибаба, ее линия незаурядная. Специалисты утверждают, что 60% чудес, творимых Саибабой, можно объяснить с точки зрения науки и обыкновенного мошенничества. Но 40% не поддается рациональному объяснению. Его пророчества относительно революции в Африке и прочих грядущих катаклизмов сбылись в точности. Виктор Ефимов, известный аналитик, дважды беседовал с Саибабой. Мы беседовали там и с водителями, и с носильщиками, и с учеными, и с преподавателями. Все без исключения его считают Богом. То есть в Индии он просто Бог, и ни у кого никаких сомнений нет. И поэтому его появление, для каждого это появление божества, взгляд в землю, падают ниц. Но мы его воспринимали как обычного человека. Нам кажется, что в этом может быть какая-то и мистика. Но мы просто смотрели на него, в отличие от всех остальных, обычным взглядом обычного человека. А у него, мне кажется, не было возможности пообщаться с обычными людьми. Он просто посмотрел на нас, подошел ко мне, спросил, вы откуда? Из России. Сколько вас? Ну, на английском. Я говорю, 11. Я вас приглашаю к себе. И он идет, но вокруг него вооруженные люди. Но когда он это произнес, значит, мы встаем. И он еще не завершил свой путь, но нас уже подводит к тому месту, где он осуществляет свой прием. Это маленький такой кабинетик, избушка такая красивая. Ну, как бы на сцене этого театра всего. Каждое появление на публике Саи Бабы обставлено с особой пышностью. Все рассчитано до мелочей. Кому как сидеть, кому как молиться. Все подчинено главной идее. Вот перед вами оживший бог, и вы должны внимать ему. Некоторые ждут приглашения на беседу месяцами. Беседа была достаточно продолжительной. И, конечно, все присутствующие там сразу эта молва разнеслась, что как трое из России, они вот и вчера были, и сегодня. Значит, что-то тут происходит неестественное. Для него, во-первых, Россия – это цивилизация. То есть он не разграничивает страны. И он как раз говорил о том, что Россия в 21 веке займет подобающее ей место на политической арене мировой. И у России серьезное будущее. Вот по его представлениям об этом мы многое говорили. Одной из главных особенностей гуру является его способность к материализации предметов из воздуха. Современная наука не может в точности объяснить этот феномен, но теоретически ничего, выходящего за рамки физической теории, здесь нет. Материализация объектов почему невозможна обычным человекам? Потому что люди, к сожалению, в этом смысле не прогрессируют в своих возможностях чисто человеческих, а изобретают для себя разного рода технологические костыли в виде очков, микроскопов. Они, наоборот, свои возможности ослабляют. И, в частности, человек в этой суете городской нынешней утратил способность сосредотачивать свои мысли. В среднем, среднестатистически, современный житель города не может удерживать мысли свои в течение более чем 6-10 секунд. Вот 6-10 секунд какая-то одна мысль, потом она меняется другой. Об этом говорил Пушкин. Он говорит об этом так. «Блажен, кто крепко слово правит и держит мысль на привязи свою». Вот в чем смысл-то человека. Человек – это мощнейший генератор торсионных полей. И если мы с помощью возможностей своего мозга научились бы концентрировать мысли, концентрировать их на совершенно конкретных явлениях, делах, проблемах, то мы могли бы менять мир. Сейчас по этому поводу только неленивый не пишет книжки о материализации наших мыслей, о способности, так сказать, через мысли формы формировать свое будущее, менять свою судьбу, это действительно так. Но, к сожалению, для этого надо обладать способностью хорошей концентрации мысли. Надо различать пророков и провидцев. Если через пророков с людьми говорят боги, либо некие духи, то провидцы могут видеть будущее по каким-либо таинственным и малоизвестным знакам. Природа этого явления еще плохо изучена, да и само состояние ясновидения может достигаться различными средствами. От специальных упражнений и ритуалов до употребления особых марок вина и наркотических средств. Так греческие предсказательницы, пифии, вдыхали ядовитые испарения, а Григорий Распутин выпивал до 10 бутылок Мадеры. Истинные пророки иногда находят себе усердных поклонников. Лже-пророки находят их всегда. Мария Эшенбах Саибаба – это не просто пророк, это крупный бизнес-проект. Судите сами, по всему миру раскинулась целая сеть центров духовного возрождения. В каждом центре есть свои здания, проживание в таких центрах почти бесплатное. На Саибабу работает целая сеть благотворительных клиник, программ помощи. Это проект. Причем проект очень крупномасштабный. Более масштабного проекта вряд ли сыщешь на сегодня. Но Путапарти – это маленькая глухая деревушка. Построен огромный аэродром. Взлетные полосы для самолетов любых типов. Прямо возле аэродрома стоит одна из лучших клиник в мире. Во время нашего пребывания там строилась вторая полоса взлетная. Приезжаешь в этот ашрам. Десятки и десятки домов многоэтажных. Все они находятся за одним общим забором. Проживание и питание в течение дня, в течение суток, обходится примерно в один доллар. Четырехразовое питание и проживание. Понятно, что это мероприятие все убыточное. Значит, кто-то платит за все это. И вот разработка вокруг Саи-Бабы, она примерно такого же плана. То есть Саи-Баба, Саи-Бабой, а вокруг него очень серьезная, по-крупному финансируемая разработка, которая нацелена на то, чтобы сохранять вот этот толпоэлитаризм, когда есть толпа, которая верит в какие-то высшие силы, не понимая, что такое бог по существу. Смотрите далее. Пан-монголизм и Европа. Кто победит? Начнется смешение. Восток будет господством. Все языческие учения, оккультные, они как бы будут вытеснять православие, христианство вообще. На Мерседесе в Царство Божие. Это не то, что вот Боженька там смотрит, ага, вот он сделал, ну-ка я ему сейчас тоже, да ничего подобного, это вы сами просто творите. Теперь после смерти пророка вокруг него создается целая индустрия. Ставятся фильмы, издаются книги. Тысячи поклонников духовного гуру приезжают во шрам, чтобы поклониться земле, по которой он ходил. И так будет продолжаться, пока не найдут ему замены. Тем более, что в индуизме это довольно легко сделать. Видимо, будут искать каких-то последователей, преемников. Дело в том, что, ну, в соответствии, вы знаете, с буддизмом идет перерождение, и это во многом так и есть. Поэтому мне-то представляется, что слишком большие деньги уже вложены, и, по-видимому, будут искать теперь какую-то замену. Может быть, тоже вот какая-то разработка будет выполнена, когда опять обращение пойдет не к людям, чтобы они встали с колен, а чтобы им найти очередное божество, чтобы они не думали о собственных возможностях, а чтобы они все обращения несли не к Богу напрямую, а вот к очередному земному псевдобожеству. Человеческий мозг – это своеобразный приемопередатчик. На какую частоту он настроен, таким и будет ответ. Если вы настроены на доброту, то и в ответ будете получать волны той же частоты. Если вы настроены на зло, то в ответ получите негативные эмоции. Диапазон частот ограничен вашим состоянием. Ведь вот когда мы говорим, что какие-то воздаяния, карма, да нет никакой кармы, просто понимаете, как я вам, как физик, опять же скажу, вот те самые торсионные поля и наше взаимодействие с окружающим миром идут через наш мозг. И вот эти торсионные поля взаимодействия с внешним миром выстраивают некие каналы связи. Вот есть объективное добро, есть объективное зло. Это, условно говоря, некий частотный диапазон. Вот здесь высокие частоты, там низкие. И вот вы обращаетесь к миру с добрыми словами. Это вот эта частота, достаточно высокая. С каким-то злом, с плохими намерениями, это низкая частота. Но вы работаете с миром в режиме передатчика и приемника. То есть, если вы выстроили канал вот в этом диапазоне частот, то тогда по этому каналу оттуда тоже только это и может идти. Если вы зло несете, и у вас выстроился вот этот канал связи с внешним миром, так вы и ждите ответа только по этому каналу, потому что тот канал у вас просто не задействован. Это не то, что вот Боженька там смотрит, ага, вот он сделал, ну-ка я ему сейчас тоже. Да ничего подобного, это вы сами просто творите. Нет пророка в своем Отечестве. Эта мудрость дошла до нас из глубокой древности. Сколько бы вы ни говорили, не убеждали себя и других в том, что надо жить по заповедям, все равно в бесконечных раздорах и суете мы будем поступать так, как получится. Глядя на Саи Бабу, невозможно не вспомнить произведение Стругацких, трудно ли быть Богом. Вот как раз глядя на Саи Бабу, я однозначно могу сказать, что быть Богом очень трудно. Потому что из него делали Бога, но эта каторжная работа, она связана, в общем-то, с колоссальными психологическими нагрузками, когда он просто растерян, он не видит вокруг себя людей. Перед ним подавленные своим ничтожеством человечки, которые... Он им говорит, ребята, да я такой же, как вы, вы встаньте с колен, вы такие же точно. Нет, всем навязано, что он Бог, и вот это была трагедия его жизни. Поэтому, глядя на Саи Бабу, действительно убеждаешься, что быть Богом крайне трудно. Россия в своей истории знала многих пророков. В основном это были люди духовного звания. История сохранила нам имена таких великих провидцев, как Серафим Саровский, оптинские старцы, святой Иоанн Кронштадтский. В 1905 году он говорит, что вижу, как на крови мучеников воскреснет Русь новая, по старому образцу, как при князе Владимире. И будет Россия, как единая церковь. Забыли русские люди, что значит Россия. Она под ножей престола Божия, вот он говорит. Или, например, он же переделал молитву Отче нашу. Он говорил, Отче наш, и же и си на небесех, да светится имя Твое в России, да придет царство Твое в России, да будет воля Твоя в России. Так никто не молился. Особое место в пророчествах занимают выдающиеся философы и писатели. В поисках божественного откровения они выплескивали на бумагу свои переживания и сами того не ведая, в какой-то момент прозревали грядущие. Причем это были их не самые важные писания. Таким провидцем можно считать великого философа Владимира Соловьева. Позднее Владимир Соловьев написал краткую повесть об антихристе. Это в 1900 году, где тоже один из русских религиозных мыслителей, известных очень, он там рассказывает, что будет в 21 веке. Это такое целое пророческое произведение. Вот он описывает, что в 21 веке будет веком между войн. С одной стороны, Китай объединит все восточные страны, всю Азию. И Европа тоже объединится, буквально. Но в результате вот этого столкновения панмонголизма с европейской церкви, европейская церковь потерпит крах. Начнется смешение. Восток будет господствовать. Все языческие учения, оккультные, они как бы будут вытеснять православие, христианство вообще. И вот в это время, когда человечество устанет от войн, и появится фигура великого гения, который предложит всеобщий мир, единение всех религий, создание единого, так сказать, единой цивилизации. И это будет антихрист. Вот он описывает его. Очень интересно. Узнать будущее. Кто из нас, положа руку на сердце, не мечтал об этом? На самом деле, приметы будущего разбросаны вокруг нас. Надо только уметь их увидеть. А для этого необходимо хотя бы на миг остановиться, оглянуться и подумать, проанализировать всю имеющуюся информацию. Почему так много пророков в духовном звании? Просто их мозг отрешен от суеты и забот. Но я все-таки хочу обратить внимание на очень важное пророчество, которое скажет уже в 40-х годах после войны, скажет Серафим Вериский. Он сказал так, что наступит эпоха потом, в будущем, когда храмы начнут открывать, более того, золотить купола будут.